Чем сейчас живет наш регион, расскажут журналисты канала ПС и я, Артемий Заварзин. Добрый день. Сегодня для студентов и выпускников архангельских вузов прошла ярмарка вакансий. Около 50 работодателей областного центра предлагали на выбор свыше 600 вариантов занятости со средней зарплатой в 30 тысяч рублей. Профессии разные, от почтальонов и продавцов до учителей и инженеров. Среди студентов пользуется сфера промышленности. К сожалению, на сегодняшний день сферу образования как-то студенчество обходит стороной. Даже имея образование? Даже имея образование, к сожалению, да. На ярмарку вакансий пришли почти пять сотен студентов и выпускников вузов столицы Поморья. Организаторы пообещали, что постараются трудоустроить как можно больше человек. Стали известны предварительные итоги первых экзаменов, которые сдавали выпускники школы Архангельской области. ЕГЭ по информатике, а также сложный экзамен по профильной математике 11-классники сдали лучше, чем выпускники прошлого года. Информатику выбрали более 500 юных северян. 61 человек показал высокий результат в диапазоне от 80 до 99 баллов. Что касается ЕГЭ по математике профильного уровня, то в этом году экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников. По сравнению с 2016-м почти на треть сократилось количество тех, кто не преодолел минимальный порог в 27 баллов. Проверка работы, анализ результатов были проведены оперативно благодаря технологии сканирования бланков ЕГЭ. В Архангельской области все пункты проведения экзаменов используют именно эту технологию. Сегодня на Архангельском водоканале проходит конкурс профессионального мастерства. В соревнованиях принимают участие около 60 сотрудников предприятия. Они борются за победу в 8 номинациях. По итогам определят лучшие бригады водопроводного и канализационного цехов. Лучших молодых специалистов, сварщиков и водителей. Победители конкурса получат благодарность и финансовое вознаграждение. Основная цель мероприятия – это, безусловно, продемонстрировать квалификацию, навыки работы. Собственно, показать лучших специалистов, продемонстрировать лучшие навыки работы, лучшую квалификацию. Сейчас на Водвинск. Там в самом разгаре дорожный ремонт. Подрядчики не медлят. Улицы Двинская, Пролетарская и Советов уже отделись в новый асфальт. Качество ремонта, проверяя дорожная лаборатория, толщина асфальтового слоя должна быть не меньше 4,5 сантиметров. Пробы показали – все в норме. К подрядчику сегодня претензий нет. Он в прошлом году у нас сделал дорогу у Ворошилова. И, в общем-то, в целом мы довольны, как она сделана, как она простояла год. Кроме этого, по этим дорогам, которые мы принимаем сегодня, у нас, безусловно, есть, опять же, гарантийные обязательства. Если что не так, то мы, скажем так, применим эти гарантийные обязательства. Гарантия на обслуживание магистрали составляет три года. Качество работы подрядчиков в центре внимания не только городской власти, но и общественного контроля. Давно не делали капитальный ремонт этих дорог. И на данный момент очень комфортно стало ездить по этим дорогам. Добавлю, что в этом году на ремонт дорог на Водвинске выделено свыше 5 миллионов рублей из городского бюджета. Два десятка дворов областного центра этим летом будут благоустроены. Финансирование работ пройдет в рамках федеральной программы ЖКХ и городская среда. Напомним, из федерального бюджета для реализации национального проекта Архангельская область получила 247 миллионов рублей. Часть средств пойдет на обустройство скверов, парков. Остальные деньги будут направлены на обновление дворовых территорий. Перечень счастливчиков уже составлен. В него попали 20 дворов из 85 заявленных. Еще 4 в так называемом резерве. Возможно, получится так, что в связи с проведением аукциона у нас появится некая, ну так скажем, излишки. Вот этот резерв, вот эти лишние деньги, они будут впущены на те дворовые территории, на те 4 двора, которые попали в резерв. Аукцион по определению подрядной организации пройдет до конца июня, а в июле дворы Архангельска начнут преображаться. На следующей неделе Архангельск примет участников 7-го съезда городов воинской славы нашей страны. Поморскую столицу посетят делегаты из 45 городов. 25 июня в воскресенье участники съезда станут гостями торжеств по случаю Дня города. В программе экскурсия по гостиным дворам и торжественный прием от имени главы Архангельска. На следующий день члены правления союза городов воинской славы посетят Северный морской музей, интерактивную выставку «Война и мифы». Участники съезда также проведут конференцию на тему патриотического воспитания. В стенах областного правительства пройдет общее собрание съезда. В завершении состоится церемония возложения цветов к стелле «Город воинской славы». Вас принимает врач-терапевт Джамал Мохаммед. В Няндамском районе, в местной больнице, сегодня работает выпускник из ГМУ, уроженец Индии, в которого пациенты буквально влюблены, потому что он влюблен в профессию. В канун Дня медицинского работника из Няндама материал Ирины Ившиной. Из Калькутты в Няндаму. Кажется, доктор Джамал итогом своего многолетнего путешествия по городам и странам вполне доволен. Он пять лет учился в Санкт-Петербурге, шестой курс и интернатуру окончил в Архангельске. Поработал в больницах Питера, Череповца, Мирного, три года в Шалакуше и вот оказался в Няндаме. На самом деле, все, что я покупаю, она все закупает. Хоть бы они дорогие, хоть бы на уровне района, если с нашими друзьями разговариваем, которые работают на Уссоянской районе, на Бахарима гор, они даже удивлены, что в нашем районе больницы все есть. Коллеги говорят, доктор Джамал в курсе всех последних тенденций в медицине. Назначает самые современные препараты, запрашивает у руководства актуальное оборудование. Как результат, в Шалакуше и Няндамского района Джамал снизил количество сердечно-сосудистых заболеваний вдвое. В райцентре молва об известном докторе передается из уст в уста. Доктор очень хороший, добрый, внимательный, никогда не отказывает пациентам больным приемами. Сперва идут новый доктор узнать, а потом уже, когда они схотели, уже молва идет, а вот вы схотите в доктору Джамалу, вам посоветуют то-то, то-то. Селение не всегда довольное здравоохранением, а Джамалом довольны всем. У него совершенно уникальный мир восприятия, это с религией связано или с характером. Отношение к медицине, к людям, романтика, спасение жизни, врач просто от Бога. У терапевта Джамала были и другие перспективы. Брат, например, звал на работу в Объединенные Арабские Эмираты. В Москву и Питер приглашают до сих пор. Но Джамала, кажется, все устраивает и в Няндаме. Дома в Няндаме Джамала каждый день ждут жена северянка и маленькая дочь. Единственная проблема доктора – русские окончания. Смеется, что не может выучить их до сих пор. Ирина Ившина, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение, Няндама. И в преддверии Дня медицинского работника хорошая новость. В российской глубинке могут появиться более тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом на днях заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По словам министра, для достижения поставленной задачи ведомство разработало новый приоритетный проект. С его помощью будет построено около тысячи ФАПов и сельских врачебных амбулаторий. В Архангельской области ФАПах нуждаются как минимум 22 муниципалитета. Но, по мнению регионального Минздрава, гораздо острее стоит проблема нехватки медперсонала. ФАПов по морю гораздо больше, чем фельдшеров, готовых в них работать. На сегодняшний день по области около 105 ФАПов находятся в состоянии приостановленной работы. Приостановленная работа – это, к сожалению, медицинский сотрудник, который вышел на пенсию или по каким-то другим естественным причинам переехал в другой регион или в другой поселок. И мы не можем сейчас заместить каким-то другим фельдшерам. Всего на территории региона действует свыше 400 фельдшерско-акушерских пунктов. Похоже, настоящее лето приходит в наш регион облачное с прояснениями погоды, преимущественно без осадков. Главное, что температура воздуха сегодня достигнет отметки плюс 21 градус, а выходные столбик термометра может подняться и до 30. Осадков также не ожидается, а вот в лучах солнца погреемся. При этом региональный МЧС предупреждает, в лесах из-за сухой погоды введен повышенный класс пожароопасности. Будьте бдительны и аккуратны, обращайтесь с огнем. Напоминаем, что жечь костры в лесу запрещено. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.